Всем привет! Несмотря на то, что я так позитивно начинаю это видео, оно будет не совсем веселое. Я сегодня расскажу вам о том, как я разбил свой iPhone 12, снимая для вас видос. Совсем недавно на моем канале вышел ролик сравнения iPhone 13 и 13 Pro. После того, как я его снял, я сразу же вставил сим-карту в 12-й iPhone и начал тестировать его, чтобы уже выпустить следующую серию сравнения 13 и 12 iPhone. Именно в этого красавца я вставил сим-карту, и именно он пострадал на съемках. Я снимал обычную прокатку, в котором в разных ракурсах и позах хотел запечатлеть 12-й красненький iPhone, и в один из моментов он просто рухнул со стола. Проблема была в том, что он упал прямо дисплеем на пол, и на тот момент у него даже не было защитного стекла. Сначала мне показалось, что все с ним абсолютно хорошо, но после того, как я пригляделся, я увидел огромную трещину в углу, которая, к счастью, не повредила сам OLED-дисплей, но все-таки он неплохо-таки пострадал, и ее очень отчетливо видно. Под любыми углами, как бы ты ни смотрел, эту трещину никак не скрыть. И тут я решил, что нужно менять дисплей. Начал искать информацию и узнал, что, о чудо, дисплей на iPhone 12 стоит 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за дисплей. Вы только вдумайтесь, это на секундочку намного дороже, чем даже половина стоимости этого iPhone. Соответственно, менять дисплей из-за такого дефекта я не стал. И у меня была дилемма, что же делать в данной ситуации. Было несколько выходов, это либо искать какой-то китайский дисплей, либо пытаться выкрутиться своими силами. И тут я вспомнил, что у меня в тумбочке лежит чудо-гель, про который я уже рассказывал на своем канале. И с помощью этого геля я тогда скрывал глубокие царапины на iPhone 11. Я решил, что будет неплохо попробовать и в этом случае, а вось мне действительно повезет. Я пытался снять процесс на видео, но у меня не скажу, что прям хорошо получилось, потому что одновременно клеить стекло, тем более на такой проблемный разбитый дисплей, еще и мазать это все гелем, еще и снимать было очень непросто. Но я думаю, что у меня вышло все-таки хорошо. И результат вы видите у себя сейчас на экранах. Можете сравнить до и после, как выглядит дисплей до того, как я поклеил стекло и после того. Да, дефект все-таки все равно видно. Можно разглядеть эту самую трещину даже через защитное стекло. Но все-таки, как по мне, гель сделал свое дело и довольно неплохо скрывает этот дефект. И в данном случае платить 30 тысяч рублей за новый дисплей для айфона 12 я совсем не вижу смысла, потому что это огромные деньги. И сейчас распродажа идет на Алиэкспресс, и айфон 12 можно приобрести за 55 и даже иногда дешевле. Ссылки на покупку айфонов я размещу в описании, потому что распродажа сейчас в самом разгаре. Я как раз разбил дисплей и думал, возможно, заказывать еще один 12. А вот конкретно этот 12 айфон, возможно, я разыграю на канале, возможно, продам. Кстати, пишите в комментариях ценник, за который бы приобрели вот такой вот айфон с трещиной. Сразу же скажу, что на использование она практически не влияет. И, ну, типа, айфоном реально можно пользоваться без проблем. Я уже 5 дней хожу с этим стеклом, и все как бы окей. Ну и даже вот если пофантазировать просто, вот дисплей на этот айфон стоит 30 тысяч, да, а новый такой айфон стоит 50 с лишним. И вот прикинуть, да, вычесть отсюда 30-ку, которую как бы мы теряем, если меняем экран, то получается всего 20 с небольшим. 20 с небольшим, это примерно 22 тысячи. Я готов мириться. За 22 тысячи это офигенный телефон, даже с трещиной. У него классная камера, и я вот недавно выбирал себе какую-то компактную камеру, думал купить Pocket 2, GoPro или Sony ZV1. И вот, блин, за 22 тысячи этот телефон точно уделает по качеству съемки любой из вышеперечисленных аппаратов. Что делать с этим 12 айфоном, пишите в комментариях, как вам вообще метод скрытия таких дефектов. Тоже оцените, возможно, кому-то из вас это пригодится. И ссылку на такой гель я тоже размещу в описании, потому что я уверен, из вас очень много людей с битыми экранами, и это классный способ скрыть этот дефект. Лайфхак, если у тебя трещина на экране, просто мажешь ее гелем и сверху клеишь защитное стекло. Сам не знал, получится или нет, но, как по мне, получилось довольно неплохо. Подписывайся на канал, здесь будет выходить еще очень-очень много годноты. Чтобы не пропустить ее, нажми колокольчик. Всем хорошего дня и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok